Всем большой привет из Прованса! Вы на канале Жизнь Сибирячки во Франции. Мы приехали от свекрови, все сделали, что нужно, помогли. Александр приготовил все документы для ее пенсии. Там нужно было много-много всего переделывать. Если вам интересно, я, конечно, расскажу, как это происходит во Франции. Напишите в комментариях, если муж уходит и жена долго не работала. Как это все происходит, сколько будет получать Даниэль и что нужно делать. Пишите в комментариях. Я сегодня, перед тем, как уезжать, приготовила тесто. Я вам показывала рецепт теста будет на канале Худеем по-французски Селена Франц. Кому интересно, посмотрите это тесто на молоке, потому что мой сын любит такое достаточно пышное тесто на пиццу. И сегодня я сделала пиццу 3 сыра. У меня здесь соус томатный, но это не просто соус томатный, а это соус томатный провансальский. Там было немного овощей, лук, морковь, помидоры, специи. Затем тертый сыр и манталь. Затем моцарелла. И любимый сыр моего сына, это козий сыр. Поэтому вот такая огромная пицца сегодня на вечер. Все по-быстрому. Так что без заморочек я все приготовила перед тем, как уезжать. Сейчас пиццу. И чтобы хоть чуть-чуть расслабиться. Александр вчера купил вино, чтобы немного хоть отойти. И поэтому сегодня будет по бокальчику вина. Это недорогое вино. Я вам его уже 250 раз показывала. Мы его попробовали. Оно стоит 2 с чем-то евро. 2,65 кажется. Бывает с золотой медалью, но в этот раз не было с золотой медалью. Поэтому мы взяли обычное. Но оно тоже прекрасное. 2020 год. Рош-Мазе. И знаете, оно лучше, чем самое-самое дорогое вино. Поэтому в пятницу чуть-чуть в память за Лильяном. Он любил у нас вино. Летом он убил розовое вино. А зимой он любил красное вино. Поэтому Александр говорит, нужно поддерживать традиции моего отца. Как вы считаете? Правильно или нет? Напишите в комментариях. Да, когда мы были у свекрови, позвонил священник, который будет службу для Лильяна вести. Это священник, который крестил Владислава. Он просто замечательный. И сообщил, что у него ковид. А вчера мы были все вместе, сидели за столом, пили кофе, чай, обсуждали все, как будем украшать. Ну, там нужно специальные тут тоже традиции во Франции, в Провансе. Что будем делать, какую музыку будем включать. И сегодня он позвонил, говорит, у меня ковид. Поэтому будьте осторожны. Я вот достала витамин D3, аскорбиновую кислоту. Цинка у меня не оказалась дома. У кого был ковид? Напишите, пожалуйста, в комментариях на всякий случай, как делать профилактику. Надеюсь, что мы не заболеем, потому что сейчас совершенно не время. Через настолько дел нужно хорошо проводить Лильяна. И поэтому, ну, надеюсь, что все будет нормально. И самое главное, что ковид нас пощадит. Мы будем надеяться. Пишите в комментариях, мои хорошие, если у кого-то есть схема, что нам нужно делать. Мне кто-то писал, но я так уже позабыла. Позабыла. Александр сходил и нарезал веточки оливкового дерева. Шири, это традиция? Да, да, это качель. Вот, Александр. Я у него спросила, это традиция? Он говорит, да, это традиция, чтобы веточки, ну так вот на похороны. И Лильяна хотела, и вообще здесь такая традиция. Собирают веточки оливковые и украшают потом оливковыми. У нас так холодно, мои хорошие. Минус чем-то, и веточки даже оливковые, мне кажется, подмёрзли. И Сумпак, он желе, ширину? Он говорит, да, с холодом, конечно, они... Я тут смотрю, у нас мышки не приходили, потому что, когда начинается такой холод, везде снег идёт. Снег идёт в Провансе. Ладно, сегодня повезём веточки, не очень они, конечно, я думала, они покрасивее, но ничего страшного, что-нибудь сделаем. И сегодня у нас очень-очень много дел. Приезжают родственники дальние, и мы будем готовить и обед, и на завтра всё. Поэтому так. Ладно. Мы встали, уже позавтракали, и сейчас поедем уже. Сейчас уже почти 11 часов, и всё-таки стало немного теплее. На солнышке было 14 градусов, и ветер поутих. Наверное, будет сегодня теплее. Мы поехали в магазин с Александром, в наш деревенский магазин, потому что мы распределились, кто что будет покупать. И у меня список, что нужно купить, и мы будем покупать вино за... Ну, несколько бутылок вина, там будут разные напитки. И сейчас купим всё, что нам не достаёт. И поедем готовить. А сестра Александра сегодня будет делать лазанью, потому что, как я сказала, приезжают родственники, и нужно какое-то такое блюдо, чтобы все наелись, и чтобы было по-быстрому всё. Если будет возможность, если я успею, может быть, она разрешит поснимать, как она не идёт, делают. У неё получается очень-очень вкусное лазанья. А после обеда нужно будет делать много всяких закусок. Ой, сколько народу. С утра. Так как магазин открыт только с утра, народу. Вчера мы заказали цветы. Ой, какие же красивые цветы. Букеты делают Лильяну. Прям очень красивые. Ждём родственников на обед. И Марлиз уже приготовила лазанью. Вон она. Ой. Запекается. Не успела я рецепт снять. Проездили за вином мы. Ну ладно, в следующий раз. Красота. Огромная, огромная. Любимой тарелки Лильяна. И вот, смотрите, какая лазанья. Марлиз уже её разрезала. Это бусо. Супер. Хотела вам показать. Вам прилетели голуби. К Лильяну. Видно вам или нет? Сейчас выйду, они улетят. Я пошла немного прогуляться по деревне. Перед тем, как будем готовить всё на завтра. Хотела вам... Я дошла до нашего замка. Я его называю замок, где у нас была свадьба. Мы с вами сюда уже ходили много-много раз. Смотрите. Я не знаю, что это за деревья. Александр остался с родственниками. Смотрите, какая красота. Не знаю, что это за деревья. Супер-супер красиво. И вот это центр деревни. Всё уже к Пасхе готовятся французы. Вон, выставили зайцев, курицу. Скоро будут шоколад выставлять. Покажу вам немного. В витрины маленьких магазинчиков. О, сегодня холодно. Но солнечно. Пойду схожу к церкви. Без Александра мне бы не запутаться здесь. Так, где у нас церковь? Наверное, я рано свернула с дороги. Пойдёмте дальше. И завтра меса, меса это служение, будет проходить для Лильяна в церкви, где крестили Владислава. И так как наш праэтер-священник заболел, то будет какой-то другой священник. Не знаю. Вот в этой церкви. А сейчас там что-то проходит. А, сегодня Ботэм, наверное. Тоже крещение. Сегодня крещение, а завтра похороны. Вот это жизнь. Я сейчас подойти не могу. Там люди стоят, но там книга специальная. Мы вчера подходили. И в этой книге кондариан соболезнованного для Лильяна все могут оставлять. Видите, как красиво цветочки на подоконниках. Ну ладно. Не стала подходить к церкви, чтобы не тревожить людей. Завтра, если будет так, но завтра мне не будет возможности вам что-то снимать. Мне вот эта вот нравится улочка. Пойдемте. Я вас сюда уже водила. Проведу еще раз. Этот отель. Отель Партикулье. Очень красивый. Так, кажется, там машина. Видите, какая красота здесь. Кабинет детского врача здесь находится. Какой небольшой дворик красивый. На окошках тоже. Кто-то выкупил. Остановилась возле агентства, чтобы посмотреть, сколько стоят в Ламбеске дома. Вот, смотрите, дом. 66 квадратных метров. Ламбеске 229 тысяч. Этот вот дом Сен-Ремиде Прованс. Эта деревня очень красивая. Ну, это большой. 531 квадратный метр. Абитабль. То есть, жилой площади. 485 тысяч. Это аж 2 миллиона 390 тысяч. 475 квадратных метров. Спасибо. 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 Кто-то там поет, наверное, песни 233. Мужчина меня спросил, где церковь. Говорит, вы не отсюда. Я говорю, нет, не отсюда. Но я знаю, где церковь находится. Вот. Такие цены. Смотрите, как магазинка Пасхи у карасей. С ложками разноцветными. И вон уже яйца висят. Магазин какой-то. Скульптора, видать, какого-то. Маленькие кейки. Могали делать. Тесто и сосиски. Субтитры сделал DimaTorzok. И ты, что ты делаешь? Мадлене с жамбоном. Мадлене с жамбоном. Сосиски. Я тоже сосиски. Я ее вернулся. Ты мне сказал это. Продолжаем делать мадленки. Сниму, как приготовились. Александр помогает. Все хорошо, шериф. Ты видел это? Я делаю лавесель. И это всегда как это. Да. Можешь фильмы, ты делаешь себя. Да, да. Каждый, он делаешь. Я говорю, у каждого свою работу. Я понимаю. Человек работает. Человек работает. Молодец. Почти, почти. Готовые мадленки. Сыром и жамбон. И мы уже почти все доделали. Скоро поедем домой. Здравствуйте. Это обязательноество. Это обязательное место. Да. Однако, если я у меня сежин, я закрепляю. Поехали!